Жила-была девочка из странной семьи, и ее отправили учиться в школу для необычных детей, а помогала ей оторванная рука. Это которая вот так, вот так делала? Это вторичная сказка! Она протухла и воняет, как на рыбном базаре причала шу-гур-бур-гур-буром! Ушки моего величества! Желать новая сказка! Хорошо, тогда такая. Мужчина и девочка путешествуют по миру в постапокалипсис. Все вокруг заражены. Нет! Закрой свой губа на губа! Я эта сказка на приставке проходил! Я ее джойстик расшатывал! Уходи! Заходи! Повелитель, мы поймали его на рынке! Он совершил злобное преступление! Он сказал, что походит, посмотрит и вернется! Но он не вернулся! Ах ты! Ишь тембе, ишь тембе! Запишите новое слово придумал, прикольное. Ребят, ну отпустите, я... Значит так, мальчик, или ты сейчас рассказать мне сказку, которую я не слышал, или тебе на нашей главной площадь забросать неспелыми немитыми камнями? Так, сказку, которую не слышали, да? Ну, давайте попробуем. Однажды утром в одной русской деревне исчезли все жители. Продолжай! Исчезли все. Причем в их домах остались деньги, документы, домашняя скотина. И непонятно, куда они исчезли. Куда? 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 Говори! Как там было? Ишь тембе, ишь тембе! Вот, все рассказываю. В деревню приезжает столичная журналистка Татьяна Блок, чтобы начать свое расследование и разгадать, куда же делись жители пропавшей деревни. Слушайте, давайте я вам лучше этот трейлер покажу, ну, чтобы понятно было. Мак! А ну ж снимать! Бери палку! Скажите, жители деревни, они исчезли одновременно, так? Это вы у председателя спросите. Он вам с радостью расскажет. Он у нас общительный. Ах, ты еще и актер этот сериал? Значит так, ты теперь каждую ночь будешь приходить ко мне сюда и рассказать мне новые серии, а я тебе озолочу. Принесите ему бархатные тяги! Зачем каждый день, каждую ночь? Все серии сериала Тайна пропавшей деревни уже на Иве. А совсем прекрасная новость. Весь сезон доступен в подписке Изи Иви всего за 99 рублей в месяц. Ишь тембе, ишь тембе! В хорошем смысле! Срочно все собираться! Куда? Бежим! По ссылке в описании! Моя любимая рубрика. Ну, я думаю, что станет и вашей. Ты знаешь, ты играл в нее. Конечно, конечно. Что это? Я их смотрю, знаете, всегда. Да, вас знают. Это правда классная штука. Да. Рубрика «И ваша любимая» тоже. Называется «Что, где говно». Ох, говно! Говно! Добрый вечер, уважаемые знатоки. Рад вас приветствовать в нашем интеллектуальном клубе «Что, где говно». Сегодня за столом играют. Обладатель смеха бабки, впервые попробовавшей псилосельбин, какого-то хуя не учился в РУДМ, человек, которого могла съесть анаконда, но ему повезло родиться в Химках, человек, который лично видел фокусы льва Бонифасия, «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Ха-ха-ха! Класс! Ха-ха-ха-ха! Обладатель премии «Нихуя себе-так ты, Сергей!» Мигель! Браво! Господин ведущий, маленькая ремарка, вас не очень хорошо слышно. Сделать что-то, что зачем я говорю? А это я за вафлил это. А я понял. Да, спасибо. Человек, который раньше на голове носил махнатку порноактрис 80-х годов. Обладатель нюцов твоей бабушки. Обладатель третьего кулака между ягодиц. Человек, который теряет фанатскую базу по естественным причинам. Человек, который явно писает с перерывами на покурить. Обладатель самого вонючего комбинезона на российской эстраде. Человек, который понимает, что если он съест хоть одну шоколадку, его быстренько откинет обратно. Александр Морозов. Комбинезоны вонючие. Да у меня их миллион штук. Вонючие-то есть, хотя они самые. Нету. Они только... Вот только я выбрасываю. Новость жью. Да вы транжиры. Да, комбинезонный. Обладатель одинакового количества волос на бороде и яйцах. Гуран Амариан. Все. Одну написали на танце. Человек, который на съемках гусара так и не снял гусарский презерватив. Обладатель запасного ёршика Гарик Харламов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, уважаемые знатоки, вам нужно выбрать капитана. Команды. Ну у нас два новичка в этой игре. То есть либо Мига, либо Саша, но по возрасту Саша, наверное. Давай, Саша, да. Начинается, блин. Саша, ты капитан. Унижение. Нет, наоборот. Уважение. Уважение. А, респект. Ладно, тадам. Респект. Все, Саша, капитан у нас. Господин Норозов. Да. Поздравляю. Вы капитан. Мы поздравляем. Я играл в КВН, я капитан команды КВН был. Вот сейчас ты капитан, что где говно. Это лучше. Вы все лучше. Расту. Ну что ж, играем до шести очков. Счет 0-0. Первый раунд. Геннадий Противоветров. Город Макроштанск. Дачный кооператив «Артист Хуев». Интересуется. Туристы, побывавшие в Праге, посетили сперва музей пыток, а затем музей сексуальных машин. Экспонаты в музеях заметно отличались друг от друга. И только один предмет они встретили в обоих музеях. Что это за предмет? Время. Надо угадать, что за экспонаты. Ну, фало-имитатор может как орудие пыток быть. А что связывается? Нет, машина. Сексуальная машина. Да, типа, плетке это все не подходит. Плетка это все не подходит, да. Сразу же это. А что это сексуальная машина вообще? Секс-машина, ну, типа, да, дилда, но это штуки, блядь. А качели, вот это все. Это тоже, я вот не знаю. А что значит сексуальная машина? Есть такая штука. А может какая-то подвешивающая хуйнишка какая-нибудь? Не знаю, какая. Она же не машина, там же нет машинерии. А может она подвешивает и поднимает? А пытки? Пытки. Пытки? А, сажать на кол. Ну, кол наверняка. Но это машина. Это не машина. Нет, я имею в виду, что с моей пыток могло быть похоже на сексуальный. Сажать на кол и сажать что на хуйни, огромный. Ну, один в один должно быть. Кол, наверное, поострее. Кто такие делодаки в наше время покупает? Кто последний раз на колу сидел? Ну, что-то же должно быть, ну, явно с этим связано. Что, сексуальная машина? Господин ведущий, а какие сексуальные машины? Подожди. А вот это хреновый народ надевают. Народ надевают с дыркой. С дыркой, наоборот. Пытка есть, когда воду вливают в рот. А, и клеп есть. Это, типа, не пытка. Есть это самое. Делетина не пытка. А расчленение? Нет, когда растягивают. Типа дыба. Есть, когда капают. А музей пыток? Нет, а секс. Ну, и что? Куда там капать? Что там за... Там, на самом деле, еще много пыток. На лоб, там до хрена. Испанский сапог. Расскажи. Когда ногу засовывают в деревянный сапог, после этого кладут его в воду, и он разбухает. Это сексуальный музей, да, уже? Нет, это пытки. Да. Сексуальный музей имени Панина. Когда выбрали первый сезон танцев, я расскажу. Сексуальный сапог. Мы не знаем ни одной сексуальной машины, господин ведущий. Нет, да. Если честно... Кроме меня. Этот вопрос у меня записан в категории легкие вопросы. То, что нам пизда, и так понятно, господин ведущий. Мы хотим просто разобраться... О, пизда! Может быть... Ну, может быть, да, есть какие-то. Зацепился. На самом деле, господин Харламов ближе всех за все обсуждение был. Ну, кол, кол, да, наверное, потому что... Странно, что они эту машину называли. Кол на кол сажали, как пытку. Ну, я это имел в виду, что пытка, ну, типа член, и такая же пытка. Но какой экспонат повторялся один в один? Да. То есть там речь о том, что... Одна, один предмет был, да. Один предмет был, да. Прям один в том музее, и в том музее был одинаковый. Был одинаковый. Ну, то есть если кол, речь идет о нем. Вряд ли делали было... Ну, кол может быть разный, разный... В форме дилда сделан. Типа фаллами так. А ну-ка вот на тот посадите его, который вырезал там... Да, мы думаем фаллос. Недавно из дерева. Да, но как он... Как просто фаллос в музее пыток? Пыток. Ну, как? Может быть ведьм... Смотря какой. Ведьм, огромный фаллос, на который сажали ведьм, например. Нет, во временах инквизиции. Подожди, Сань, ведьм топили. Их не сажали. И сжигали, и сжигали. Но на кол их не сажали. Стоп, их как казнили. А может быть их мучили до этого огромным дилда, блядь. Да. А что ты считал, что это мука? Вот именно. Очень большой. Какая мука. Как ребенок. Как ребенок большой. Ой, блядь, это что за команда? Если я потом может уточнить. Время. 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 Он сказал, смотря какой... Короче, какой-то... Что, какой ответ принимаем? Какой-то большой. Сангин Морозов. Мы считаем, что это большой фало-имитатор, который одним женщинам мог доставлять удовольствие, а другим причинял смертельные муки. И нам похуй на Прагу. Ну. Дайте правильный ответ. Похуй на Прагу. Я, конечно же, про торт. Давай. Я принимаю ваш ответ, но, конечно, это пиздец. Я говорил это. Я это сказал, что это с самого начала. Это самый легкий вопрос. Самый. Мы берем только тяжелый. Легче, но нету. Кляп. Ну, просто нету. Прекратите нас унижать, господин ведущий. Нам тяжело морально. Что это? Это неверный ответ. Правильный ответ. Правильный ответ. Пояс верности. А. И? Все. А какое удовольствие над пояс верности? Значит, все вопросы к Геннадию противоветру. Нет, нет, я понял. Он по гражданскому. Я понял. Музей пыток, это типа не ебется она, поэтому пытка для нее. Естественно. Ну, конечно, пояс верности. Он же металлический. А музей сексуальных утек пояс верности. Не ебется. И там, и там не ебется. Там, и там не ебется. Но для одних это пытка, а для других удовольствие. Вот так вот. Да, блин. Ну, ничего. Наверстаем. 1-0 в пользу чрезрителей. Ветрова. В пользу Ветрова. Генн, я им передам. Что он выиграл. А, нет, до 6 очков играй. Подождите. Давайте дальше. Сейчас возьмем самые сложные отвечения. Второй раунд. Приуныли немного, да? Пояс верности мы вообще никак не ожидали. Никакого. Да ну, вообще странно. Я про другой пояс ответил бы, конечно. Стендап-комик Александр Разнополов. Город Улан-Геблан. Интересуется. Из категории тоже легкий вопрос. В одном из своих монологов Ирина Мягкова мотивирует мужчин на доставление женщины удовольствия. Например, Ирина обещает, что он в солнечный день с радугой. Назовите его. Золотой дождь. Нет. Спасибо, господин, дождь. Отмели эту версию. Хотя была красивая. Ну, дождь радуга, конечно. Ну, конечно. И не дилда. И не дилда. И даже не пояс верности, скорее всего. Смотрите. 100%. Вообще. Ты понял вопрос? Я понял вопрос. Давай. Пожалуйста, объясни. Она в своей монологии говорит, что она мотивирует мужчин. Она мотивирует мужчин на то, чтобы они доставили им удовольствие. И вот она об одном говорит, что он в солнечный день с радугой. Ну, наверное, какой-то куни что-то там. Кунилингус. Кунилингус, братец. Кунилингус, наверное. Кунилингус. Ну, как будто, если она мотивирует сделать приятную женщину, вот сделай ее. Семь цветов. Дуга. Ну, это уже, я думаю, это просто прикольчик. Что ей представляет удовольствие в солнечный день с радугой. Короче, чтобы он ее трахнул, она ему говорит, у меня это в солнечный день с радугой. Она говорит, сделай вот это, и если будет солнечный день, там ебать, что за вообще прикладается. Там радуга, да. Мужиков же легко радугой вообще мотивировать на что угодно. Сквирт. Да. 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 Никто не хотел болиться, да, кто смотрит порнуху и... Прям, блядь, сквирт. Господин Дарламов. Конечно. Ну, а что может быть с радугой еще? Конечно. Да, сквирт. Солнечный день. Да. Да. Это когда... Все, приняло. Саня. Нет, это диарея. У нас есть ответ, Саш. Саш, у нас есть ответ, говори. Господин Морозов, кто будет отвечать? Мы решили, что это... Это они решили. Они даже объяснили, что это такое. Это сквирт. Вообще не объяснял никто. Да. Тебе надо было танцевать. Рубрика с танцевать. Один-один. У-ху. На автомате. На самом деле, хорошо с подачи. Видишь, ты говоришь, золотой дождь. Да, да, да. Здравствуйте. Я бриллиант Индигов. Сегодня через экран я буду чистить вашу карму, мои бриллиантики. Звоните. Здравствуйте. Меня зовут... Тихо, я сам. Светлана. Я Елена. Ну, это имя из вашей будущей жизни. Сейчас мы вам все очистим, прочистим. Подойдите поближе к экрану. Угу, угу. Вот так. Угу. Извините, а вы точно маг? Ну, конечно. Хотите, я скажу то, что знаете только вы? Вы устали от внезапно появляющейся рекламы во время просмотра фильма. Да, откуда вы знаете? Это магия. Сейчас я почистию. Ага. А еще у вас домашний интернет, связь и онлайн кинотеатр от разных провайдеров. Верно? Откуда вы знаете? Я это никому не говорила. На вас порча. Сейчас я почистию вашу карму. Наводите свой телефон на глаз вселенной. На QR-код? Да, да, на глаз вселенной наводите. Что пишет? Перевести пять тысяч рублей Гураму А. Ну, значит, этого хочет вселенная. Переводите. Вселенная вас услышала. А я вот... Все, спасибо. Следующая дозвонившаяся. Здравствуйте, меня зовут Ирина. С языка сняли. Ничего не говорите. Я знаю, что вы устали от внезапно появляющейся рекламы во время просмотра фильмов. Верно, бриллиантик мой? У меня нет рекламы во время просмотра фильма. А домашний интернет, связь и онлайн кинотеатр у вас от разных провайдеров? Нет, все от одного. Наверное, у вселенной какие-то сбои. Разве так можно? Тоже мне всевидящий. Конечно, можно. Тариф АП от Билайна. Вот настоящее волшебство. В нем уже доступно Билайн ТВ, где есть множество фильмов и сериалов. Так еще и можно домашний интернет выгодно добавить к тарифу. Бриллиантик мой. Ну, значит, это дорого, как бриллиантик мой? Недорого. Так выходит дешевле, чем при раздельном подключении. А зачем вы тогда сюда звоните? Да просто хвастаюсь. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Сейчас мы тоже все подписки почистим и на тариф АП перейдем. Класс. Все, давайте сложный. Третий раунд. Я пошел. Быстро переоднулся. Да, да. Или легкий-легкий. Хорошо был. Гонг давайте. Прилип Единороссович Киргоров, деревня Высокие Голуби, интересуется. Высокие Голуби. В 2021 году 30-летний Спенсер Элден подал известным людям иск о возмещении морального вреда. Спенсер утверждал, что его популярное изображение, сделанное против его воли, доставляет ему моральные страдания и что он не давал разрешения на то, чтобы миллиарды людей любовались его маленьким дикпиком. Ой, ну камон, это старая история. Против кого был подан иск? Группа Нирвана. Нирвана. Ребенок, который в бассейне. Ну тут без вариантов, у нас досрочный ответ, это Нирвана. Хорош, чувак, хорош. На нахуй. На нахуй. 2-1, в пользу знатоков. Браво, браво. Да господи! А, это не мое. Это не мое. Да, 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 да. Где ребенок? Да, да, где бассейн. Золы. Класс. Все, я понял, да, да, да. Ну что ж, я вас поздравляю, вы разыгрались. Все, пошло дело. Класс. Разыгрались. Я для этого нашел просто вопрос в интернете, вот про Нирвану, чтобы вы почувствовались. А он выиграл суд? Нет. Нет? Наху послали его. Ну вот этот маленький, детский его. А почему ты тогда бумаги не подписал? Потому что я подписать мог только ПСИ. А докажи, что это ты, вот так прикини, все, иди докажи. А что ты, никак не доказать? У меня в альбоме, в семейном она есть, да и что? Ты же ДНК-тест не можешь взять с фотографии? С фотографии не можешь. Может, это другой ребенок был? Да. Конечно. Фотошоп. Конечно. Четвертый раунд. Писатель, сказочник, Эрдоганс, мусульман Андерсон интересуется. Эрдоганс. Героиня одного сериала не была уверена, собирается ли ее бойфренд делать ей предложение руки и сердца на торжественном ужине. Поэтому на всякий случай дорисовала что? И уже как быстро закончился вопрос, ебать. Сериал ужин предложение дорисовала. Я был уверен, что будет дольше вопрос. Не была уверена, что сделает предложение, и поэтому дорисовала. И поэтому дорисовала что? Так закончился вопрос. Дорисовала что? Что? Дорисовала что? Сериал. Дорисовала не Дилда? Так, ну чтобы не быть в неловкой ситуации, что-то дорисовала, чтобы не подумали, вот она предложение ждала. Я плохо объясняю, но я пытаюсь понять. Я пытаюсь вопрос понять. Она подумала, что сейчас он ей сделает предложение, но мало ли не сделает, поэтому дорисовала что-то. Не совсем так. Тогда, господин, ничего очень плохо задали вопрос. Ну тогда два-два и все, расходимся. Не-не-не, извините, пожалуйста. Давайте мы хоть какой-то ответ дадим. Ну смотрите, давайте разберем вопрос. Да. Героиня. Одного из сериалов не была уверена, что ее парень сделает предложение. Не была уверена. Вот она... Не была уверена. Была не уверена. Она не была уверена. Шальная такая. Она такая, ну бля... Ну бля, сделает он мне предложение или нет, я не уверена. Не уверена она была. Но она, видимо, явно хотела, чтобы он сделал предложение. Конечно, конечно. А она, конечно, хотела. Она тебе кольцо нарисовала на руке. Она сейчас психологический кружок открывает. Ну кольцо как мужчина может заставить сделать предложение? А, она хотела заставить. Это никто не говорил, что она его мочи не хотела. Вот, в вопросе этого не звучало. То есть она хотела... Это, блядь, звучало в вопросе, зачем мы тогда тут с вами собрались. А это, кстати, второй вопрос. Нахуя мы собрались, господин Синий? Так она хотела, получается? Конечно. И поэтому где-то что-то дорисовала. Или она... Естественно. Она дорисовала это при нем или без него. Чтобы как-то его мотивировать. Ну скорее всего без него. Потому что, ну, она как-то наебать его. Допустим, это было какое-то... Как-то его мотивировать, чтобы он сделал предложение. А, она дорисовала себе что-то, может быть. Себе, говорю, да. Уже была такая версия, как будто... Так, кольцо, ну, все, тут тупо. А, кольцо, говорят, нихуя. Ну ничего. Ну давайте представим ситуацию. Она дорисовывает себе кольцо. И такая... Ебать, смотри, я дорисовала кольцо. Да, блин. Это что такое? Он говорит, кольцо. Ха-ха-ха. Все? Ну нет, а он такой, говорит... Так это же нарисованное кольцо. Оно же не настоящее. И вот тебе настоящее, да? И вот тебе настоящее вместо нарисованного. А может быть... Нет, ну подожди. Нарисовала губы. Глаза красивые. Ну, дорисовала вторую губу, что ли, или что? Третью. Причем вторую губу там. Дорисовала. Не, а может там было какое-то, типа, вот, может, юбилей. Или что-то, 30-летие. Я на к этому нолику еще вот так, еще одно колечечко. Триста, типа, да, что было? Да, да, типа... Намек на спартанцев. Или на трактористов. Ну или... Конечно. Отсосивого тракториста, вот это... Вот так. Предложение такое. Не хочешь жениться? Отсосивого тракториста. Да, мне из зала подсказали случайно. Что-то про пломбу его. Да, это же ответ. Ох, отличный. Отвечаю, да. Вторую полоску она дрессовала. Вторую полоску, ёб твою! Блядь, пиздец, пиздец. Блядь, нахуй, нахуй. Блядь, охуенно. Класс. Вот это... Эй, 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 эй. Класс. Класс. Вторую полоску, конечно. А я же еще не сказал правильный ответ. Да ну... А-а-а-а! А чего праздник? Тут другого нет. Можно на третью полоску дорисовал? Адидас, типа. Ха-ха-ха-ха. Ладно. Правильный ответ, действительно. Вторую полоску. Класс. Класс. Выигрываете. Мата абсолютно незаслуженно. Аня, а кто подсказал? Понятно. Кто подсказал? Молодец. Это тебе приз. Сань, отдай письмо. Монолог свой отдай. Вот. Это вам монолог. Стендап Морозова. Это ни у кого больше нет. Только у Морозова. Да, у Морозова. Так, ладно. Она сама так замуж вышла недавно. Знаем. Знаете. Ай-яй-яй. Счет 3-1. Прекрасно идете. Близ подсказа. Просто. Лучшая команда. Ведущий бубниц сидит. Пассивную агрессию ведет. Да, да, да. Да, очень. Молодцы. Да, заебись. Конечно, да, молодцы. Очень круто. Охуенная команда. Техник Павло Эскобар, Республика Кома, интересуется. В Древнем Риме использовались жетоны СИЗАЦИВС. Фу, блядь. Немножко подъел хуйца ведущий, да? Что-то подлетело там. Шерстью подает. Не задавай этот вопрос, не задавай. Ладно, другой вопрос. Конечно. Конечно. С этим не пошло все дело. Таксист Поворот Проебалов, город Рио-Декия, интересуется. В Древнем Риме использовались жетоны с изображениями людей. Эти жетоны были очень удобными для тех, кто не владел латынью и не могли объяснить, что именно они хотят. Где использовались такие жетоны? Время. В публичном доме. В публичном доме. В публичном доме? Похоже. Позы. Либо в публичном доме. Показывали в пузы. Хочу с мужчиной, хочу с женщиной, хочу с собакой. Ну, как обычно. Ну, мне кажется так. Либо рабов покупали. Ну, типа, либо рабов покупали. Ну, блядь, какого из. Ну, типа, сколько там мужчин, столько-то женщин. Да, может быть. Ну, там они, представь, не знают языка. Не, подожди, стоп. А ведь грамотные люди вряд ли бы рабов покупали. Мне кажется, да. Публичный дом самое прикольное. Публичный дом. Похоже. Логично. Публичный дом, да. Ну, потому что, ну, они не знают языка. Да, да, да. Приходят туда. Приходят туда. Да, 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 да. Можем еще подумать. У нас время есть. Позу странно выбирать. Все там еще. При покупке сразу. Гладиаторские бои. Гладиаторские бои. А гладиаторские бои. Ну, а там же жетоны. Ничего. Не, ну, у меня еще, может быть, версия, что на рынок. А еще давайте еще раз послушаем. Там именно люди или... Изображение людей. С изображением людей. Людей. Да, и ты их использовал где, если ты не знаешь языка? Я думаю, только публичный дом. Ну, либо... Что-то с покупкой людей, с арендой людей. Тройничок, двойничок, там. Ну, смотри, какой жетон, что там нарисовано. А если там 10 человек? Ну, наверное, либо рабатор... Вот такой же тон, вот такой. Рабаторговля. Рабаторговля, либо публичный дом. Либо публичный дом. Все, где люди покупают... Торговля людьми. Ну, да. Ну, публичный дом, хоть смешнее, интереснее. Ну, это же публичный дом. Да, повеселее, чем в рабаторговле. Мы коллегиально пришли к выводу, что это римский публичный дом. Победа! 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 Руссот. Ну, логично, да. Да. Больше. Какая-то интеллектуальная программа вышла. Сиди, логично. Песня веселая, нам нравится, мы танцуем. У вас озвучка опаздывает, господин ведущий. Мы по ней знаем, что мы выиграли. Загудел, уплыл. Ладно, хорошо, это публичный дом. Вы про то, что сейчас происходит или про ответ? Мы и без жетонов можем. Ну да. Мы-то латынь знаем все. Эксперт по патронум. А-а-а, счет 4-1. Пользусь на таков. Ну это разгром. Ну это просто разгром. Уничтожение. Причем, ну, волевая победа. Да еще не победа. Еще? За вами едет камбэк. Победа. Так говорили на заводе. Побед. Еще не победа. Просто четыре колеса. Счет 4-1. Шестой раунд. Сейчас точно въебемся. Я по интонации знаю. Лидер объединения ЧВК рядом. Пиздюк Манкин. Из города попиздошил к бабушке на лето. Интересуется. Внимание. Черный ящик. А, я думал, ноги. А он уже сидит. Черный. Справа, блядь. Это тебе. Конечно. Все черное мне. Не открывай. Не открывай, подожди. Это не так работает. Его сразу потянуло. Открыть. А, это кущит. Да, да. К этому вопросу, к этому вопросу, я попрошу вынести еще предметы. Да это что ж так? Вынести, пожалуйста. Много предметов как. Ага. Ого. Лафон. Лафон. Кость. Это тебе. Спасибо, мэри. А это что? Соска. Нет, вот. Кость. И это снасть. О, это мое. Это твоя. Твоя история. Плафон. Это плафон или бра? Это как что это? Да. Это не только лафон или просто плафон на стенку, значит бра. Бра. Это бра, да. Ладно, бра. Давай послушаем вопрос. Давай. Значит, смотрите. Что у нас, какие предметы вынесли вам? Какие? Называйте. Бра. Бра. Собачья вкусняшка. Соска и снасть. Коробка с воблерами. Это рыболовные крючки. Это не рыболовные крючки. Это воблеры. Воблеры. Не спорьте с профессионалом, но Бубу считает, что крючки... Ну, стало душновато. Да, да, да. Закладывать, что это крючки, правильно? Вопрос. Крючки на воблерах. Это крючки на воблерах, господин Ильич? Или крючки рыболовные? Это просто рыболовные крючки. Смотрите, Александр. Понял. Крючки? Для рыболовов это, конечно, воблеры. Да, понятно. Но для нас, не рыболовов, это крючки. Рыбки с крючками. Крючки. Еще должны быть чашки. Чашки есть. Чашки вам вынесли? Нет, они наши. Они есть. Свои есть, да. Пусть они будут. А можно водичку подлить? Чувствую вопрос. Мы не возьмем. Классные тренинги. Крючки, чашки, бра. А вы в подарок это можете потом отдать? Соски. Соски. Одна соска. Одна соска. Ну, считайте, что их две. Нормально. Две соски. Ставьте сюда. Ой, бля, что за соска? Вот так реагировать. И косточки, да? Одна косточка. Одна косточка, да. Тоже должно быть. Несколько. Несколько. Ну, по две. Свои кости. Теперь, внимание, вопрос. Так, внимание, вопрос. Наш телезритель прочитал название этих предметов в статье Википедии, посвященной тому, что сейчас находится в черном ящике. В чё? Чё? Что в черном ящике? Подождите, а вот это же, это лампа, это бра, шо это? Ну, это бра или лампа? Или это плафон? Бра, как настенный светильник. Бра. Так, ну, смотрите. То есть крючки, бра, соски, чашки, кости, чашки, кости, чашки, это колени уже что-то? Да, на колени похоже. Бра, бра, это явно имелось в виду этот, лифчик, а не бра. Я думаю, что это имелось в виду лифчик. А есть, это что такое, я первый раз такое слышу. Бра, называется лифчик, да? Ну, откуда, я не ношу, можешь казнить. Я подарю тебе. Я не знаю. Крючки, подождите, крючки подвешенные, явно сексуальным потенком. Явно всё это сексуально. Крючки, бра, кости, чашки. Ну, нет, чашки может быть и не коленные теперь, но что-то кости, соски. А это он прочитал статью про что-то, да? Он в Википедии прочитал набор этих слов, которые относились к тому, что там лежит. В чёрном ящике. А, ещё надо, мы помним, две соски. Бра, соски и кости. И две кости. Типа, не обязательно две, во множество. Во множество, кости. Соски, кости. А, ну, соски, это могут быть соски, кстати говоря. Соски, конечно. Да. А он прочитал соски. Да. И, наверное, кости. Соски кости. Это, да, рудимент. Соски кости. Бра. Соски. А косточки же есть. Ну, дожди. А косточки в лифте есть. Девчики, бра, есть, крючки есть. И чашки есть, там лифт, там лифт. Всё, это лифтчик, бля. Это всё про лифтчик, точно. Я не зря говорю лифтчику, бля, бля. Господин Морозов, господин Морозов, кто будет отвечать? Кто угодно, но могу я. Пожалуйста. Ну. Мы гениальные товарищи. И мы должны играть в настоящий что, где, когда. Да, потому что мы уверены, что это лифтчик, и мы победили. Понял ты? Точно лифтчик. Точно. Сейчас как наебёк. Бюстгальтер. Я прям предвижу это. А там стамеска, бля. Не бюстгальтер, лифтчик. Ну, какая разница? Нет, нет. Это что вы придираетесь-то? Бюстгальтер, да. А в чём разница, вы не рассказываете? Мы не знаем, вот, да. Бюстгальтер. Бюстгальтер. А вдруг, бля, я виноват? Бра, там бра. Вандер-бра. Там брат, там мой брат. Тоже знаешь, они... Отрывайте, открывайте, чёрный ящик. Там мой брат. Давай. Та-ра-та-та-та-та-та. Да! Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, конечно. Конечно. Конечно же. Счёт 5-1. Это твой, Мигель. Правильный ответ. Да. Не знаю, как это делается. Мигель, а покажи, где крючки, покажи, где чашки. Так какой правильный? Лифтик или дюйзгальтер? Вот, родной двор правильный. Вот крючки, нахуй, чашки, совки. Браво. Такое ощущение, что это твои тёмные очки. Ведущий! Капочка. Пожалуйста, подарите мне воблеры. Господин, господин ведущий, давайте подарим Александру воблеры. В конце программы мы это обязательно сделаем. Торжественно. Если вы хорошо споёте караоке, Александр... А, я буду стараться. Вы получите. Ну, это классно, классно. Это было хорошо. Черкаш Несмываев из деревни Блядские гости спрашивает. У нас Бритц. Опа. Кстати, хочу сказать, что вопрос составляют знатоки. Настоящие. Лев Фрэнклах утверждает, что он помогает быстрее найти общий язык. Назовите его двумя словами. Кто? Лев Фрэнкель утверждает, что он помогает быстрее найти общий язык. Быстрее найти общий язык. Двумя словами. Французский поцелуй. Нет? Да. Почему нет? Не слишком... Ну, в прямую. В прямую, да. В прямую. Общий язык. Ну, может быть. Общий язык. Похоже на Крэн. Я согласен. У меня нет вариантов других вообще. Французский поцелуй. Французский поцелуй. Играем дальше. Есть, да? Да. Есть. А кто? Я не понял. Он помогает быстрее найти общий язык. Нет, а он фамилию какую-то сказал. Это не важно. Я думаю про фамилию. Он говорит, что он быстрее. Французский поцелуй. Господин Морозов, вы не поняли, да? Нет. Я тупой же. Ну, правильный ответ. Пояс верности. Да, да, да. Так, ну, перейдем тогда к следующему. Второй вопрос. Комик Билл Брандис шутит. Я хорошо помню, когда в первый раз занимался сексом. У меня сохранился. Что сохранилось? Стояк. Есть подсказка. Будьте любезны. Какой документ с подписью и печатью? Вид на жительство? Снилс. Снилс? Там нет ни подписи, ни печати. Может быть. Снилс он пригодился, да? Первый секс – это, может быть, секс его родителей, и у него свидетельство о рождении? О рождении. Конечно. Но это… Он не сохранился. Он не про свой. Он про свой секс говорит, я так понимаю. Про свой секс. Когда у меня был первый секс, у меня сохранился… Сохранился. Что сохранилось? А, сохранилось свидетельство о рождении. Нет. После первого секса? Ну, родители потрахались, и он первый секс, он был свидетелем о первом сексе. Каким он? Каким образом? Да, его же еще не было. И смотри, смотри. Типа, с двух сторон, блядь. Но когда он еще был спермой? Со стороны яйцеклетки и со стороны сперматозоида. Наблюдал, как упражнял. Ну да. Сближение на коробке. Он джа! Сначала он плавал в яйцах отца. Да. Он был очень любопытной спермой. Был очень быстрый. Документ с подписью печати. Выписка? Из роддома выписка. Нет. Не сохранилось. А что, следующая? А, ну, бедный спонсор. Свидетельство о рождении. А, оно там было. Сохранилось. Да. У него, у меня сохранилось свидетельство о браке. Да нет. Документ с подписью печати. Тут какой-то прикол же явно. Ну, конечно, он же не мариф, там шутка какая-то. Да, какой-то прикол. Блин. Блядь. На хуй знает. Блядь, документом он нас запутал больше. Я хорошо помню, когда у меня был первый секс, у меня сохранилось. Секс сходился с подписью печати. Кто будет отвечать? С подписью печати. Свидетельство о рождении? У нас нет вариантов. Да нет, а как? Аттестат, так, по кончанию школы, мушеншколе трахнул. Так, давайте так. Надо отвечать. Вы здесь все взрослые люди. Скажи про аттестат. Все равно не знаем никого. Доверенность. Аттестат зрелости? Нет, это неправильно. Не аттестат зрелости. Мы имеем в виду аттестат по кончанию школы. Оно сохранилось. Там у меня сохранилось воспоминание с подписью печати. Только свидетельство подходит. Я не знаю, что еще. Только свидетельство. А свидетельство что? О регистрации брака. Ага. Хуйня какая-то. Ну у меня о рождении никак не получается. Да-да, свидетельство о браке. А как? После первого секса сразу свидетельство о браке? Залетело, блядь, жениться пришлось. Свидетельство о смерти. То есть, с туман полосками вы догадаться не могли, что? Залетело, типа, и сразу предложение делать. А тут вот сразу, да? Да. Ну неправильно это, в общем. 5-2. Ха-ха-ха. А какой правильный ответ? Рецепт от врача. Я не понимаю, как вы могли не догадаться. Что? Сохранилось рецепт от врача? Что сохранилось? Да. Рецепт от врача. Сохранился. Нас наебали с ротом. Подожди, тут наебалово, простите, господин Юрьевич. Вы задали вопрос. Следующим образом. Что сохранилось? Моморист такой-то такой-то сказал, что я хорошо помню свой первый секс. У меня сохранилось. Я хорошо помню, когда в первый раз занимался сексом. У меня сохранился. Что сохранилось? Лось. Да. Буля! Ай-яй-яй-яй. Как он наебал нас? Где этот ведущий? Ну наебал, да. Ну что? Тогда нам по засчитываю бал. Ну хорошо, 6-1. Спасибо. Херовая у вас победа вообще. Не-не-не, давайте. Прямо 5-2. Давайте, ладно. 5-2, 5-2. Причем я тот же самый юморист, с которым это произошло не в юморе, а в жизни. Как? Первый секс и сразу залет в венеричку. Тону. Да ладно. Охренеть. Да. А в то время тоже было такое? Всегда было. А я думал, они вот в 2015-м появились. Прикинь, это самое большое разочарование. Бонарея в 15-м родилась? Да, да. Самое большое разочарование в жизни. Я себя долго очень берег. Очень романтичный юноша был. И думал, что это будет под розовым балдахином. Шампанское, лепестки роз. Вот это все херлю. Начитал из книжек. Думал, что именно так. Поступил в институт. Я девственником был. На первом курсе. Ого. Да. Как романтично. В итоге в общаге, в общаге, в говнину бухой, на засанном матрасе, даже без простыней, не знаю с кем. Утром у меня через два дня, короче, началась беда. Беда начала. Гусарский насморк. Да. Гусарский насморк. Моя нежная душа, боже, разрушена. Хрен с ней с органом. Душу мне насрали. Кто? Бабы. Первый раз. Создаешь, как я? И ты далеко думал, что так всегда. Да. Что мужики мучают им травм. Всем мучаемся мы. Чего они еще так сексом так делали? Пять-два. Это была такая... Ну, пусть будет музыкальная пауза от Александра. Давайте. Братья-дрессировщики Эдгар и Аскольд пропавшие. Город Пастельвов. Интересуются. Во Франции 60-х годов нундистские пляжи были запрещены. Но людей это, естественно, не останавливало. Через одну минуту вам нужно будет ответить, что придумала полиция Сан-Тропе, чтобы находить нарушителей и штрафовать. Время. Были запрещены нундистские пляжи. Люди все равно что-то придумали. Раздевались до гола. А где они их? Нет, они их... Их надо найти. Найти еще, блядь. Что придумала полиция? Полиция, да. Чтобы арестовывать, да? Она как-то заманивала их, наверное. Ну, куда-то, да. Что-то бесплатное, что-то там, чтобы все стали бежать. И вот они... У кого письма там висит, тот... А на приманку они не могли кого-то своего туда голову поставить? Нет, зачем? А куда голову-то? Они, в принципе, запретили в городе. И что-то делали. То есть были нундистские пляжи запрещены. Но люди все равно ходили туда. Вот в чем дело. Их было не остановить. Нельзя было остановить людей. Это не понятно, зачем их надо было заманивать? А вот непонятно, здесь вот вопрос-то заманивать им надо было? Или что придумали полицейские? Можно концовку вопроса? Нет, не заманивать. Что... Что придумали полицейские? Можно концовку вопроса? Что придумала полиция Сан-Пропе, чтобы находить... Находить. Находить нарушителей и, естественно, оштрафовать? Они искали как-то где-то валявшиеся трусы. Они же где-то их оставляли все. Что-то по трусам. Зачем искать? То есть как бы голый человек, он его сразу видно. Типа, что его искать? Ну как бы... Найти каким образом? Не понимаю. Ну они не могли зайти на Ноделевский пляж, потому что они в одежде, наверное. А, нет, значит, полиция как-то. Полиция. Ну смотрите, давайте разбираться. Вот. Поймем, да, просто. Перенесемся во Францию 60-х годов. Бывал там не раз. Вы, например, господин Харламов, Ну, можете и отлить, конечно. Спасибо. Послушайте. Потому что вы можете отлить, потому что вы нудист, без одежды. Я лежу, загораю, у меня течет. Да. Я отливаю. Вот, вы отливаете. Но это делать нельзя. Ну нельзя. Нельзя, запрещено. Ну нельзя, потому что вы нудист, но нельзя это делать. Нельзя. Отливать можно, но нельзя вот так вот, без трусов. Да. Можно в себя отливать в штаны. И смотрите, вот полиция, например, в Сан-Тропе прибегает на пляж. Что вы делаете в этот момент, чтобы вас не оштрафовали? Одевались. 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 Естественно. Да, одевайтесь. Очень быстро. И невозможно оштрафовать. Невозможно. Потому что как-то докажешь, что вы были только что голыми. Значит, надо придумать способ, чтобы я не одел трусы. Надо отправить какую-то собачку, которая напиздит все трусы. И что? И нет трусов. И ты приходишь к ним, они хотят одеться, а все трусы у вашей собаки. Но они же могут не только трусы надеть, но и все остальное одежду. Просто без трусиков ходят летом. А сфоткать нельзя было, потому что не было телефона? Ну да, это 60-е годы. Ага. Вот какая интересная полиция взяла и придумала. Не, ну как-то они забирали одежду, как будто, чтобы доказать, что ты голый. Что у тебя нечего было бы одеть. Ну, стоп, секундочку. Они придумали стоять на одежде, которая на пляже лежит. Вот так. На трусы вставали. Да, вставали на трусы. А ты разве наденешь после ботинок? Нет, это было происходить до того, как полиция появилась. Только когда вы взяли, это сразу же. Значит, они должны были их видеть в тот момент, когда они снимали с себя все, и полиции не было видно издалека. То есть запечатлеть в момент того, как люди... Полицейские отправляли свою какую-то туда, человечку. Снимали на кинокамеру? Буф, издалека? Я не понимаю. Табличка, вход в трусах запрещен. Они заставляли сдавать трусы куда-то. Ага. Тут можно. Поставили на входе, как прокат коньков, вот такая. На входе какая-то штучка, куда ты все сдаешь. Трусы и паспорт в залог. И пошел. Блядь, может они поливали песок водой, чтобы трусы были мокрые изначально? Да нет, ну что, да. Так они что, надели бы на пляжи? Ты же пляжи не приезжал в автобусе домой, когда просто все здесь мокрое? Много раз, да. Ну вот. Это разве кого-то останавливает? Во Франции в 60-х? Ну вот, дожди, они ждали, может быть, когда человек зайдет в воду, и из воды не могут выйти. Я, кстати, никогда не видел, чтобы на нудистском пляже кто-то купался. Они же просто... Только загорают с этими сиськами и письками. Да, да, я тоже никогда не видел, чтобы... Да, самое ужасное, что я видел в своей жизни в Испании, в Леурет-де-Маре, там пляж, он такой не нудистский, но всем похуй. И вот там была взрослая женщина, лежала голая, и она... То есть я вот здесь лежу, она там, ближе к морю, и в какой-то момент она вот так встает, как-то вот так поднимается, и я впервые увидел сиськи из-за спины. Они вот отсюда висели вот так. Извините, вот такая... Вы же на другом пляже, да? Перетекли. Значит, она там вместе сиськи... Да, она ушла, и они через 15 минут за ней. Я это смотрел целый месяц, каждый день. Целенаправленно. Потому что я по ошибке попал, называется «Гедонизм-3». Это на Ямайке. Это фильм какой-то. Это типа порно-отель с каким-то безумным сексом, с тёлками из Голливуда и всё остальное. В итоге я туда приехал с другом... Ты с Чак Норрисом там был, я надеюсь? Нет, я приехал с товарищем, чтобы там куражиться с красивыми голливудскими бабами, проститутками. А оказывается, это отель для старых извращенцев из Соединённых Штатов Америки. Потому что когда мы приземлились и на трансфер повёз, все американцы, которые там были, а я там американец, им было за 60 сильно. И они с огромными чемоданами. И каждый вечер посвящён был один садом Маза. Это у них костюмы. А днём все ходят голые. А вы там, скажите, вам пчелы были? У меня даже пчелы не было. А я банты, девочка. Маленькая девочка приехала, монолог читать. Нет, вы представляете, каждый день смотреть на это. Там ни одной молодой девки не было. Ни одной. А чё вы эту историю не рассказали, где вот в самых нелепых тратах денег? Кстати. А мне не дали вообще рассказывать. А, да, мы не дали. Мы не дошли до этой истории. Но он же выиграл в итоге. Да, да, победа же была у Александра, так что в порядке. Мы как бы заранее знали, что услышим это сейчас. Я в ступоре, я не знаю, что они придумывали. Ну то есть ты так никого и там не дёрнул. А ты ещё про вопросы думаешь? Мы уже забили хитрю. А? Видишь, блядь. 19 в прошеде. Косатин Морозов. Да. Есть хоть какой-то вариант? Мы не такие умные, как и французские полицейские шестидесятых, господин Морозов. Ну? Давай, Сташ. Господин Морозов, давайте хоть какой-то вариант. Хотите, я вам чуть-чуть подскажу? Да. Ну смотрите, ну я даже не знаю, уже я столько подсказал, что просто невозможно. Это были другие вопросы, господин Морозов. Ну а в предыдущем вопросе вы поднасрали, так что можно и подсказать. Да, 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 был момент. Ну ладно, ну хорошо, ну вот смотрите, ну нельзя купаться вам, ну и нельзя загорать голым. Вас если поймают, оштрафуют. Штраф большой. И вы как бы что делаете? Ну, вы ждете приход полиции, рядышком одежда лежит, да? Если они придут, вы быстренько надеваете эту одежду и вас не могут оштрафовать. Правильно? Да. Да. Ну, полицейские ж тоже, ну не тупые, правильно? Они ж тоже хотят оштрафовать. Они что, раздевались до гола, что ли? Нет, тогда их оштрафуют. Тогда они под штрафом, да. Что они делали, чтобы вы, даже быстро надев одежду, не смогли как бы притвориться, что вы не были на нудистском пляже? Подождите, они должны... Так, загар, загар, загар. Да ну нет, ну хуйня какая-то. Сука. Вы про вопрос? Загар, это ж долго загар. Да нет, что типа они загорелые. Понял, они загорелые без следов. А, ну а чтоб следы... Они придумали загар без следов. Может быть, там что-то в песке у них. Ладно, короче, 5-3. Блять. 5-3. Ответ какой? Сумма центров 5-3. Да, да. Ответ, они над нелегальными нудистскими пляжами полиция Сантропе распыляла с вертолетов несмываемую краску. Это легко было догадаться, конечно. Вообще заебись. Наверсале. И что, и она должна тебе на член попасть, чтобы... Вот, господин ведущий, если бы мы так ответили сейчас... Ну, я бы сказал, что счет 6-2, и вы вообще красавцы. А там счет 6-3. Лежишь на пляже. Даже если бы на это сказали хуйня какая-то, мы бы тоже согласились с этим, понимаете? Нет, ну давайте поймем логику полицейских Франции 60-х годов. То есть вот лежат люди на нудистском пляже, они расправляют над ними несмываемую краску и заявляются на этот нудистский пляж. И то есть люди, которые там были нормальные, они в этом говне, ни в чем не виноватые. И те голые тоже в этом говне несмываемые. Прекрасно. А сколько стоит вертолет в небо поднять? А сколько краска стоит? А вы штрафы? Я же не сказал размер штрафа. Может, там штраф? Чушь какая-то, короче. Расстроился. Короче, ответ какой-то не очень. Ну как это не очень? Ну как? Ну это странно. Ну если лежат на пляже... Хорошо, пять-два. Все, пять-два. Лежал вертолет, проверка нам краска взял. Все, не засчитывай. Мы предлагали, что они... Очень легкий вопрос. Все. Какое это? Нет, пять-три, не надо. Восьмой раунд. Мы не дети, пять-три. Пять-три. Хорошо, пять-три. Хорошо. Пять-три. Но вы должны сказать, что до этого был хороший вопрос. Хуйня вопрос был. Ну тогда пять-два. Нет, пять-три. Нет, нет, нет. Вопрос за лупа чистейшая. Но пять-три. Мы проиграли. Пять-три проиграли. Пять-четыре. За лупа. Но до стола не мало. Нет, вот сейчас за лупа тогда чистейшая. Пять-пять. Да ебаный. Мы так проебем, Гарик, остановись. Согласен. Пять-пять, хуй с ним. Да, решающий раунд мы готовы. Давайте, решающий раунд. Решающий раунд. Одиннадцатый. Что-то ебаный. Допизделись. Ага. Сейчас с коликом себя чувствую. Надо было ранее. Студентка третьего курса. Учеба проебалого. Город Шмарнашейх. Нет. Вадимий Виногуй. Всего кайдалые ведущие. Гуйва Артуевского района. Интересуется. Сейчас найду вам легкий вопрос. Давайте. Не смываем и краской что-нибудь. С вертолетами. Так, сейчас. Господин Морозов. Да. Вы никогда не задумывались, как происходит она? Анал? Анал. А, фу, епта. А что это она? А то я уже передать немного. Как происходит она? Анал. Никогда не задумывались, как происходит анал? Господин Морозов. После этого случая. После чуда 5-5. После американского этого отеля. Никогда бы вы не задумывались, как происходит в музее пыток. Дефлорация. Что? Вы никогда не задумывались, как происходит она? Слушайте дальше. Вероятно, нет. Впрочем, вполне вероятно, что вы ее слышали, но не знали об этом. Сам процесс занимает не более 5 секунд. Но она настолько громкая, что ее может услышать человеческое ухо. Сам звук при этом напоминает щелчок. Что такое она? Время. Какая-то хуйня где-то далеко, под водой что-то. И до нас она доходит вот так. Она настолько громкая, что мы это можем услышать. Но почему вопрос был именно с Аней? Это он просто доебался. Нет, не просто. Не просто, не просто. Вот так не доебывается. Ничего здесь не бывает просто. Это очень серьезная игра. Я насекомая. Вошка. Пчела, ребята. Пчела. Вошка дощелкает, голромка слышно. Она же насекомая. Но вопрос был в том, что ты, возможно, никогда этого не слышал. Ну, может, я не слышал, когда шея щелкает. А может, что только старые люди знают? Ну, если бы я хотел спросить про шеи, я бы, наверное, не у вас. Алколог. Понятно. Да, да. Можешь понимать, что в трусах. Все со мной. Я здесь. Алеша, Лариса. Все со мной. И дюша-бетенка. И дюша-бетенка. Что-то происходит, что слышно очень. Это очень громко, но слышно щелчо. Она. Он акцентировал внимание. Пчела. Вы когда-нибудь задумывались, как происходит она? Вот такое еще было. Как происходит она? А господин изучий, так как вы нам зачитали целых два вопроса, которые мы не сыграли. Да, еще пять-пять. Да. А кто она? Просто ответ просто. Ну, пиздец. Можно узнать, ну, что там? Кто это? Ну, хорошо. Это что-то с организмом, наверное, человека происходит. Естественно, это связано с пчелами. Пчелой. А-а-а. Это понятно, что пчела? Естественно. Ну, конечно же, не просто к Александру вопрос. А она это, видимо, что пчела умирает, когда жалит. Да, что она, как это называется? Откладывать яйца. Откладывать яйца. Откладывать, что это вот? Опыляет. Жало, жало. Жалит. Жало. Пух, вылетает. Возможно, в этот момент. Остается. Да? Слышно, может, это? Нет. Мы же не правы сейчас? Это же не слышно. Нет, все не правильно. Все не правильно. Что делает пчела громко? Мед. Пердит. Кто-нибудь слышал, как пердит пчела? Ну, кроме твоей жены. Некоторые зрители в первом ряду. Да, в первом ряду. Шесть штук. Послышали. Ну, вот. Шерестенко пару раз, да? Ветров. Ветров, да. Да-да-да. Отсюда фамилия. Шонок. Хоть бы сейчас зеленый пазал, да? Ай, прямо на меня бы. Она. Ну, ребят, ну давайте. Пчелы роятся. Как называется вот эта штука? Ну, что? Ну, это штуки говно. Ну, все вопросы связаны с этим. Я не... Ну, как просто... Про то, как роятся пчелы, буду спрашивать. Как кончает пчела? Ну, близко. Как срет пчела? Как ебется пчела? Ну... Она, она, ебка. Она. Назовите. Ебка пчел. Перечислить слова, связанные с этим. Давай. Она. Как трахается пчела? Она. Случка. Пчел. Как случается пчела? Спаривается. Как спаривается? Вот научное слово. Как размножается. Как это размножается? Научное слово. Спаривается. Нет. Как секс научный называется? Как у пчел называется секс? Саитель. Ебка. Ебка не научное слово? Пчелоебка. Еще как? Сходка. Связка. Сходка это у вас, дурак. Связка. Сепка. Случка. Случка была мимо? Случка нет. Не совсем прям так. Ну, ну давайте еще. На букву Э. Как происходит эокуляция пчел? Да. Да? Да. Она настолько громкая, что слышно, как щелчок? То есть, если я услышал, вот это. Ну, вот смотрите, вероятно, вы не слышали, но вы, вероятно, слышали, но не знали об этом. Да, то есть, некоторые щелчки, которые вы в жизни иногда слышали, это могла быть эякуляция пчел. О, пчелокончик, ведущий, мы можем практически это все сделать. У меня с собой костюм пчелы. Я сейчас переоденусь, пойду за кулисы, подночу, и вы услышите щелчок. Нет, я пойду, перещелкну. Перещелкну. Господин Морозов, перед тем, как вы... Господин Морозов. Я пойду, перещелкну. Ай, хорошо. Господин Морозов, перед тем, как вы пойдете, перещелкните. Знаете информацию, что после спаривания Трутинь погибает, а его пенис остается внутри матки. Это пчел. Серьезно? Да, да. А там еще Богомол приходит, сжирает голову ему. Его все ненавидят. И подруха приходит, дотрахивает пчелу уже. Он не может пройти мимо. Ладно. Ну, получается, выиграли мы. Счет 6-5. Ребята. Бля, еле-еле. Вы суперкоманда, просто суперкоманда. Ура, ура, ура. Фу, это было хорошо. Ну что ж, уважаемые знакомые, я поражен вашей игрой. Прекрасно. Просто на тоненького, на тоненького просто. Я вас поздравляю. Счет 6-5. Вы доказали, что вы очень умные. В определенных вопросах. В определенных не очень. Не, ну какие-то мы брали хорошо. Да, вы очень хорошо играли, на самом деле. И сейчас я бы хотел узнать, кто у нас получит приз. И сегодня приз, это вот эти вот крючки рыболовные. Кто же их получит? Предлагаю Мигель, Мигель, да, Мигель. Да, Мигель. Хорошо, давайте вручим приз Мигелю. Лучший игрок сегодняшний игрок. Мигель, поздравляю. Я не знаю, что ты будешь делать с этими крючками. Возможно, можно ставить в ухо. Конечно. Да. Это воблеры, воблеры. Товарищ ведущий, вот откуда расизм появляется из-за таких, как вы. Ладно, Мигель, но сделай приятно господину Морозову. А воблеры оставь себе. Возможно, он сейчас щелкнет. И мы узнаем, как это происходит. Понял, дорогой. Так, можно я еще быстро прочитаю несколько людей, которые не смогли задать сегодня вопросы? Конечно, конечно, господин Андреевич. Значит, Пугач Галкин, город Релаканы. Предсказатель гейтусовок Вольфганг Криномесинг, город Мазор-на-Тузье. Базор-на-Тузье. Карабас Барабасович Петросян, город Жагино-Говядинск, Солено-Огурецкая область, улица 40 тысяч за 200 концертов. Уборщица школьных туалетов Мята Маракуевна Ашкредишкина, поселок охуевшие пиздюки, интересуется. Иранский трансгендер Клава Кока-Коля. Город параллельный импорт-лэнд. Ну, просто из города Карагандон человек. На этом мы заканчиваем наш рюк. Спасибо, господин ведущий, спасибо вам огромное, было прекрасно. Спасибо. Ну что, в заключении нашей замечательной кибитки юмора, ваша любимая Ашутина Хоу, как вы знаете, заканчивается на чем? Рубрика караоке. Недавно открыл свой караоке, Невский, приходи. Немного караоке. 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 Классно вообще. Да, очень. Как уляси прямо. Как уляси. Как уляси. Это такое, это в одно слово пишется. А это вот почему-то. Это что вы щелкнули, Александр. Какую песню мы будем петь, господин ведущий, у нас нет уже ведущего, я теперь господин ведущий. Из чего выбираем? Есть ли у нас какой-то список? А вот он лежит. Вот, вот. А, вот он список, есть? Да, итак, караоке. Бублик, я сам тебя выдумал. Лоза, плот. Танцы, минус половинка, меня. Бублик, скажи нет. Сосо и лепс, небо на ладони. За что голосуем? Я из них знаю только плот, а то припев. Я знаю только сосо. Но песен не знаю. Песен не одной, да. Песен тоже не знаю. И петь не умею, кстати. А можно я не буду петь? Я буду... Да ладно, пой. Ты можешь зачитывать, я тоже не умею. Не, вы не представляете, насколько я не умею. Мы очень хотим представить. Я ебать, как не умею петь. Вот, пой именно так. Окей. Чтобы не было написано там, я ебать, как не умею петь. Я ебать, как не умею петь. Ну, раз там все равно, может быть, танцы минус, половинка меня, она известная песня. Я не помню ее. Ну, давай. Половинка минус. Я начну... А запев какой-то? Вы сейчас услышите, давайте я начну. Давай, давай. Да, будет проще гораздо. Давай, давай. В то время припевы запев называли. Лоза, плот, пожалуйста. Да нет, конечно. Поехали. Тот год закончился лозой. Ну, смотрите. У ночного огня под огромной луной темный лес укрывал нас зеленой листвой. Я тебя целовал. У ночного огня я тебе подарил половинку себя. Все, ждем, курим. Хорошую песню ты выбрал. Все, следующую ты зачитывай. Она просто читается. Это длинный прогресс заебись. Может, по сайт сходить? В это время в караоке просто. Вот, теперь ты. Да нет. Давай, давай. Свет далек. Так, нахуй. Песни птиц до утра. Ты смотрела в глаза. Мои шептала слава. Ты не верила мне. Но любила меня. Я оставил с тобой. Ура. Вот это сейчас ты. О-о-ой. И. Подожди. И. Половинку себя. Это мы в кальянду зашли. Половинку себя. Себя. Половинку тебя. Половинку тебя. Все, курим. Курим. Да, нам долгие. Не сложная песня. Абсолютно. Вот, например, плод поешь, там невозможно, там много слов. Заметили, подкуривает здесь. Очень. То, что было забыто, то, что было прошло, Ты махала мне вслед бирюзовым платком. Я тебя целовал у ночного огня. Ты оставила мне. И. Ура. Давай. Половинку меня. Там тебе даже биткун помогал. Половинку меня. Половинку. А это он? Это Слава? Это, конечно. Бачка. Биткун, да? Ты же его знаешь хорошо. Он горбун. Горбун. Ты его без горба не узнаешь. Я вообще не хочу. Друзья, это был Ожуительный хоус. Смотрите нас каждый раз, когда мы уходим. Ну и не переключайтесь никогда. Браво. Спасибо. Браво. Зрителям Ожуительное хоу. Специально для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok